Ни один взрослый человек не готов к тому, что у него родится ребенок с особенностями развития. И я понимаю, что у нас в системе нашей государственной нет никакого формата поддержки. Изначально это вся была история про то, что у меня есть класс, где шесть ребят, у четверых из них аутизм. Все мои ребята требуют присутствия взрослого 24 на 7. И тема была такая, что я очень сильно хотела дать родителям отдыха. Я просто убеждена, что счастливы родители, счастливы дети. Когда мама с папой в ресурсе, то у ребенка все прекрасно. И вот этот лагерь был двухдневный. Я помню, что после второго дня лагеря я пришла домой, села на пол и подумала, я больше никогда этого делать не буду. Ну, все, в общем-то, попробовали и хорошо. Но буквально через полчаса мне приходит смс от мамы. И говорит, Валерия Васильевна, подскажите, когда будет следующий лагерь, мы хотим записаться. Наверное, буду еще делать, ладно. Ну, условно говоря, умная продленка. То есть первую половину дня ребята в школе, вторую половину дня, чтобы ребята были со мной. Родители дали добро. И там тоже как-то все так получилось, что буквально в течение, не знаю, недели-полторы я нашла помещение. Это, кстати, мы занимались при церкви. Да, это крайне был необычный опыт, интересный. Они уехали с семьей жить на дачу для того, чтобы у нас была возможность заниматься с нашими детьми, не прекращая. Для меня это личное, потому что у моего сына аутизм. И, собственно, так мы познакомились с Лерой, и я попал в этот проект. Она попросила помочь ей, и я оказался здесь и помогаю. Женя, привет, заходи. Здравствуй, раздевайся, садись. Это спортивный зал. Здесь ребята занимаются адаптированной йогой. Вот, кстати, подготовленная уже часть упражнений. Здесь батут. Скоро, кстати, у нас появится здесь скалодром. Кстати, грушу мы специально намеренно купили, чтобы здесь убирать агрессию, и можно было ребятам и пинать, и бить. Сейчас мы зайдем в основной кабинет. Там у нас проходят разные мастерские. Да, вот, они вот сюда собираются, сейчас будут цариться, и у них начнется мероприятие. В будущем кабинет психолога здесь будет проектор, блэкаут штора, гамаки. Здесь будут заниматься родители с психологом, дети с психологом и какие-то совместные такие мероприятия. Мы до этого помещения, пока здесь был ремонт, занимались в субаренде в детском центре. И там есть игровая комната вот из разряда Джоки Джой, где много разных горок, бассейны и тому подобное. Парню 11 лет, он вообще, там, мы занимались, наверное, 2 месяца в этом детском центре. Он за 2 месяца, там, месяц вообще не заходил в этот детский центр, он просто боялся. Он переходил порог и быстро убегал назад, обратно. Что произошло? Он первый раз в 11 лет скатился с горки. Это надо было просто видеть его эмоции, причем он скатился и заплакал. Я такая, аааа, я помню, я снимала на видео, я помню, как я вместе с ним заревела, когда он скатился первый раз. И я понимаю, блин, вот то, что нам доступно, я не знаю, там, с года, например, да, у нас нету какого-то там вот такого панического страха вообще зайти на эту горку. Причем горка небольшая. И я пишу маме, что вот, там, сегодня ваш сын скатился с горки. Она пишет, ааа, Лера, правда. Я, например, много общаюсь с такими родителями, видно там, да, у кого, кто родитель еще на пути принятия, и как ему действительно, ну, тяжело, это реально так. А кто уже принял, такой, ну да, вот у меня ребенок такой, но мы поехали там, не знаю, в Грецию. Сделали социальную историю, как лететь в самолете, написали на футболке, у меня аутизм. И, в общем-то, ну, как бы с какими-то там, да, сложностями точно такими же, ну, с более простым отношением к этому, если можно так назвать. Они едут и, да, отдыхают, и это абсолютно нормально. Но это какие-то единичные случаи. Мне раньше казалось, может, я преувеличиваю, может, мне кажется, что мы такие молодцы. Но на самом деле я реально вижу, как дети начинают общаться друг с другом, как у них идет освоение новых навыков социально-бутовых, и не только, как они учатся вообще саморегуляции, да. То есть там, когда ребенок раньше взрывался, подходил и мог тебя стукнуть достаточно сильно, тут ты здесь, ты видишь, что он на отказ стоит, дышит и спокойно реагирует. Я говорю, да, Лер, ладно, я подожду, и ты думаешь, вот это круто, вот это все не зря.